Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! После длительного летнего перерыва мы снова в студии и с вами наша программа. Теперь мы, так как последние годы разговаривали о корпоративных культурах, о ценностях, решили фокусироваться исключительно на узкой теме. Жизнь и бизнес, основанная на ценностях. И с вами я, Роман Дусенко, и теперь я хотел бы представиться немного иначе, не просто как ведущий радиопрограммы, а вот в последнее время для меня я пытался так немного рефлексировать и решил, бизнес-архитектор, связанный с тем, что я придумываю, воплощаю, и потом люди наслаждаются тем, что живут. А в гостях у меня сегодня чар-директор Ростелеком Контакт-центр Александр Степанов. Саша, доброе утро! Доброе утро! Как настроение? Отлично! Сегодня удивительная погода, лето. Насколько вообще погода может влиять на настроение сотрудников? Ну, есть такие факторы, которые тоже влияют. Я, конечно, их субъективными называю, но есть такая тенденция, там пошёл снег, настроение плохое. А у клиентов тоже же, да? У клиентов тоже. Ну, это, наверное, больше такая некая социальная активность. Ну, как бы я к социальному отношу это дело. Я считаю, что, конечно же, влияет, потому что есть метеочувствительные, наверное, люди, но в принципе всё зависит от внутреннего состояния. Слушай, ну вот твоя семья 8 тысяч человек, да, получается? Есть какое-то ощущение такое, что вот эта огромность, и ты главный по людям за этих 8 тысяч человек? Ощущение, конечно, есть, если считать, что я ещё посещаю регионы достаточно часто. Сначала, конечно, это теряется, потому что в головном офисе у нас всего 90 человек в Москве. И когда ты приезжаешь на площадку и видишь, например, 600 человек, то ты понимаешь, что это как бы все твои коллеги, что это большая семья. Когда ты посещаешь сразу несколько площадок, там с периодичностью определенной, то сразу видно, что это огромная компания, это очень большое количество людей, и все они, не то что твои, все они твои коллеги. Как сложилось так в жизни, что ты стал в области работать в управлении людьми, вообще с людьми? Это вообще интересный очень случай. Ну, сразу скажу, что я считаю, что мне в жизни очень крупно повезло, потому что я занимаюсь своим делом, которое… То есть ты любишься, ты с радостью идёшь на работу, просыпаешься. Я с радостью иду на работу, просыпаюсь, и я, собственно, даже вечером думаю, то есть я работаю больше, чем… То есть у тебя нет такого, как в шизофрении разделение, если я вот сейчас рабочий, потом я уже всё не рабочий, то есть всё. Ну, жизнь каждого из нас связана с общением с людьми, будь то на работе, будь то в личной жизни. Я, честно говоря, получаю от этого очень большое удовольствие, поэтому… А попал я в HR очень интересно, я учился в университете на Менделеевской, и тогда там открывался офис Мегафона, и мы все туда решили пойти попробовать, будучи ещё работниками, студентами, будучи студентами на пятом курсе. А какую профессию ты получал? Инженер электромеханики. Ух ты! У меня локомотивы тепловоза, то есть у меня техническая специальность. И мы с ребятами пошли, тогда ещё был интернет-кафе, у нас не было компьютеров, какую-то информацию по себе отправили, пригласили на собеседование. И мы попали в группу обучения, в контактный центр. И мы отучились две недели, вместе сдавали экзамены, и мы до сих пор с многими общаемся, в отличие, например, от одногруппников моих. И стали работать, после контактного центра я перешёл в офис обслуживания там же на Менделеевской, и в какой-то момент, где-то, наверное, через полгода был объявлен конкурс на внутреннего тренера, было много участников, надо было сделать презентацию и перед комиссией внутренней это рассказать. У меня это получилось, и буквально отработав меньше года в рознице, уже теперь в рознице, я попал в HR. Видимо, в отдел обучения? В отдел обучения, мне очень это нравилось дело, мне очень нравилось с людьми общаться, только не хватало навыков. Что-то было внутри, а определённых навыков не хватало, и поэтому я, естественно, активно начал посещать тренинги для тренеров, активно изучать все эти нюансы и аспекты профессии, ну и, собственно говоря, где-то я скажу, что на ноги я вставал года полтора. И большую часть карьеры я занимался обучением, уже сам тренинги писал, уже тоже преподавал для тренеров, ну а дальше в качестве развития, я видел развитие в качестве HR-директора, ну вот, собственно. Ты здесь? Случилось. А что дальше, кстати? Куда бы хотелось? Это, конечно, интересный вопрос, что дальше. Я об этом часто думаю, но все говорят, что там HR-директор должен какое-то там развитие получать. В частности, я мало знаю практик, когда HR-директор становится первым лицом, и я бы не сказал, что меня это очень сильно драйвит. Меня больше драйвят амбициозные цели, задачи и масштабность принимаемых решений. Поэтому, в принципе, если будут в дальнейшем проекты какие-то новые амбициозные, они точно будут, потому что… Все-таки компания огромная. Компания огромная. Меня, в принципе, дальше реализация больших проектов. Ну и, конечно же, хочется периодически делиться профессиональным опытом. Ну, такого у нас тоже есть. Менторство, кадровый актив. У меня в HR-службе 200 с лишним человек, соответственно, я их периодически всех вместе раз в год собираю в Москве, мы с ними обсуждаем какие-то вещи, вырабатываем, нарабатываем. Есть куда это применить. Ну и плюс, конечно, как многие HR-директора, я осуществляю поддержку руководителей своей компании. То есть, как иногда говорят, жилеточку поменял, и пришел новый человек, и ты с ней снова работаешь. Ну вот это как бы вещь такая. То есть, помогать людям – это в дальнейшем как-то я вижу. Классно. Смотри, получается, что у тебя очень классно, ты сформулировал, знаешь, как бы пазлы сложились. Техническое образование, сервис, сам контакт-центр, продажи, обучение. Вот если мы посмотрим на парадигму вот этих составляющих в целом вообще на HR, твой взгляд, современный HR – это что? Включает ли он в себя все вот эти составляющие, которые мы сегодня… в тебе и есть, по сути? Конечно, он это должен включать. То, что он полностью это включает, я сейчас не могу сказать, да? Ну, рынок разный, есть разные люди, есть разные компетенции. Но я считаю, что сейчас HR трансформируется именно в бизнес-партнера организации, который владеет определенными инструментами в части работы с персоналом, и он просто помогает бизнесу максимально достичь поставленных результатов, используя эти практики по работе с людьми. Если, например, раньше когда-то и до сих пор в некоторых организациях HR воспринимается как некий искусственный ограничитель бюджета на персонал, то сейчас тенденция уже резко поменялась, сейчас никаких ограничителей нет, сейчас есть бизнес-партнеры, которые помогают оптимально распорядиться имеющимся ресурсом. Я буквально на секунду перевью, я вчера встречался с одной интересной компанией днём, и там один из топ-менеджеров сказал, HR, да они заставляют людей работать в два раза больше после оптимизации за те же самые деньги. Ну, есть такая тенденция, но как бы не оптимизация, я назову это так. Если в компании договорились и есть такое понятие как производительность, то мы задаём тренды производительности совместно с бизнесом. Не ниже чем. Не ниже чем. Но это же прекрасно понятно, что если ничего не происходит, что будет поддерживать это или помогать повысить эту производительность, то оптимизация людей в компании ничего не даст. Это абсолютно. Соответственно, это вещь, которая должна идти параллельно со многими внутренними и внешними процессами организации. И слово системность так и просится, да? Абсолютно. Это должен быть абсолютно системой комплексной подхода. Комплексный системный подход. Да, если, например, в каких-то организациях есть, что HR только просто заставляет людей больше работать за те же деньги, то значит, ну, вот как первая диагностика, значит, у них комплекс не работает, им надо смотреть на комплексный подход уже. Это точно. Поэтому роль HR другая. Если её компании воспринимают как-то иначе, ну, не в нашей, в том примере, который ты сказал, это, наверное, надо им пересмотреть свои внутренние какие-то инициативы. Вот так скажу. Буквально ещё пару слов обо всём. Я помню как-то в книжке про маркетингу Котлера была такая интересная диаграмма, когда он нарисовал табличку такую простую и в виде сердечка показывал, где раньше был маркетинг в компании. Раньше это был просто сотрудник, потом департамент, а потом получилось, что маркетинг – это сердце бизнеса. Вот как ты считаешь, миграция вот этого сердечка с точки зрения HR, оно куда сейчас идёт? Ну, у сердца два клапана. Правый в левый. Да-да-да. Я считаю, что миграция HR идёт с точки зрения сердечка. Ну, я тоже воспринимаю, я, наверное, думаю, здесь поспорю. Я, скорее всего, думаю, что как раз сердечко-то – это HR, потому что это опять к вопросу, что раньше появилось, но здесь вопрос, маркетинг – это сердце компании, а кто этот маркетинг подобрал в компании. Ну, да, само собой. Абсолютно не обесценивает труд коллег, потому что сейчас на нашем рынке, конечно, титанические усилия прикладывают маркетологи, но дальше маркетологи тоже относятся к категории сотрудников компании и коллег, которую тоже надо давать возможность с точки зрения систем управления компанией, поэтому я бы где-то рядышком ставил. Замкну твою идею, что маркетологи в том числе работают и на создание и усиление бренда самой компании, как HR бренда. И бренда компании, и продуктового бренда, и, собственно говоря, но HR бренд там немножко… это другое понятие, если мы берём ядро бренда, то оно единое, вот маркетологи в моём понимании как раз отвечают за ядро бренда, а дальше из ядра бренда уже должна выходить политика, пиар, политика JR, политика продуктовая, политика HR бренда, то есть они все должны иметь единую базу, но, собственно, это некие разные направления, потому что разные целевые аудитории, и сообщения в эти целевые аудитории должны, конечно, отличаться. Коль мы уже забрались на самую верхушку, а мы, собственно говоря, и программа наша звучит как трансформация корпоративной культуры, тогда ещё копнём с точки зрения буквально последней такой, знаешь, лопатой достаивая золотой самородок, с точки зрения бренда, это бренд-код. По сути, бренд-код – это некий, если мы на язык HR переводим, это как раз фундаментальные принципы построения бизнеса или ценности общей корпоративной компании. Как ты вообще относишься к понятиям корпоративных ценностей, управления на основе ценностей? Как твоё личное с ними взаимодействие? Ну, во-первых, я считаю, что это сейчас неотъемлемая часть и основная часть работы любой организации, потому что мы проходили на рынке, вообще на российском рынке разные этапы, ну, как скажем так, управленческих контуров. То есть, у нас когда-то было управление по понятиям, да, потом было управление по целям, да. И сейчас, как бы, это новый тренд, который самостоятельно социум преобразовал, это управление по ценностям. Я считаю, что это неотъемлемая часть, повторюсь, и я с этим достаточно, как бы, счастлив, я это понимаю, разделяю, ну, и более того, я эту идею как можно чаще везде продвигаю. Для меня это основное, ведь если ты приходишь в организацию, которая, ну, как бы, транслирует одни какие-то ценности, да, которые исходят от первого лица, либо от акционера, либо от собственника, это, как бы, все отлично, но если это противоречит твоим каким-то внутренним принципам, то ты в этой организации, ну, человек в этой организации навряд ли долго задержится, потому что, ну, сколько бы ему не платили, какие бы условия у него не были, ну, если не прет, как говорится. Внутренний конфликт, да. Внутренний конфликт. Проходить. Они не должны переходить в роль такой религии. Да. Были на рынке случаи, когда некая там система личных ценностей каждого сотрудника, она подменялась корпоративными ценностями, что, в принципе, тоже вызывало определённые как бы… Отторжения. Отторжения. некоторых даже сектами называли, я считаю, это должно быть и в меру, вот моя позиция здесь следующая. Куль, мы на самом верхнем этапе как раз этого бренд-кода ценностей компании, насколько в твоём опыте взаимодействия с самыми первыми лицами компании встречается такое же понимание и транслирование от них тех же самых принципов в повседневной жизни, в работе, в взаимодействии друг с другом, действительно ли они сами их приняли, поняли и живут по ним? Разные случаи здесь в данной практике были, ну как я считаю, что если, я сейчас не пророс телеком в целом, но если у первого лица, например, не сформирована некая понятийный аппарат в части ценностей, но есть некие смысловые как бы вещи, которые человек про себя думает, но он просто возможно не знает, как это реализовывать, но по идее он и не должен знать, потому что это про бизнес связано, то я считаю, что плох тот HR, который не сформирует у руководителя как бы… Этот аппарат. Да, да-да-да, но чаще всего, как я воспринимаю, если мы берём любую организацию как корабль, то первое лицо – это, конечно же, капитан. И вот, собственно говоря, куда он хочет плыть, туда корабль и должен плыть. Это, я считаю, что миссия организации. То есть, мы добавляем вот в наш такой домик кирпичики положились, там у нас получается ценности, там сверху ещё получается миссия. Сверху будет видение. И ещё видение, видение миссии ценности, и вот этого достаточно на первом этапе? На первом этапе для того, чтобы, скажем так, управленческая команда корабля начала организовывать процессы так, чтобы корабль верно плыл по указанному курсу, да, но потом возникает вопрос, что другим путешественникам на корабле, иногда непонятно, что творится на верхней палубе, потому что видение понятно, что, как бы, хорошо это кто мы, да, миссия, зачем мы, ценности, что нам поможет достичь поставленной цели. И, как правило, у других категорий сотрудников возникает всегда вопрос, а что надо делать? И вот здесь, как бы, мы приходим к тому, что, по идее, любая ценность организации, должна быть, как скажем, дешифрована до операционных принципов, потому что, ну, из жизни, даже некий свод правил, законов, в любой организации мы сталкиваемся в школе, в детском саду, в университете, ну, это не ценности, это некие принципы, да, и как мы понимаем, человек этих принципов придерживается или нет? По поведению. По поведению. Соответственно, сами видения миссии ценности, они, как бы, поведенческих никаких индикаторов не дают. То есть, именно расшифровка ценностей до модели поведения, и потом анализ и сравнение с идеальными моделями показывают, там ли мы. Да. Правильно ли мы делаем, ну, опять, я всё время нейтральный пример привожу в корабле, правильно ли и с должным ли там усилием мы натягиваем паруса… Трём рынду. Правильно ли мы трём рынду, правильно ли мы организовываем какие-то внутренние процессы, да, то есть, правильно ли мы делаем, помогает ли это нам достичь определённых целей. Мы сейчас про корабль говорили, и я подумал, вдруг вспомнил кока, да. То есть, здесь, если говорим, что ценности, правильно ли приготовлен суп, можно ли его есть. То есть, если он вкусный, значит, в целом всё правильно, да, то есть, ценности работают. А если он невкусный, значит, где-то сбой идёт. Да, абсолютно так, ну, если команда устала, то она должна быть сыта и спокойна. А чтобы она была сыта и спокойна, надо приготовить вкусный суп. А чтобы он был вкусный, то надо соблюдать определённую технологию… Требования, правила, технологии… Продукты. …приготовления, использовать определённые ингредиенты, определённые составляющие, и так становится более понятно, что это, потому что это, в принципе, система, она, если её так объяснять, мало есть людей, у которых она вызывает отторжение, потому что во всей своей жизни, а все мы в социуме живём, да, мы не отдельно, мы, в принципе, достаточно часто с этим сталкиваемся. Только, может быть, это по-другому называется. Даже если взять ячейку общества под названием «семья», в принципе, тоже эти правила действуют. 100%, в большей степени, мне кажется. Как правило, глава семьи говорит, мы же семья, у нас вот так, вот так, вот так. Будет так, так и так. И, собственно, и дальше мы, значит, делаем следующим образом и раскладываем всё по полочкам. И, по идее, все члены семьи, они выполняют одни и те же договорённости. То есть, это, в принципе, работает. – Значит, было бы так. – Ну, это да, но, собственно, бывает по-разному, это в семье, в организации бывает. – Тем более. – Тем более. Но, как бы, в идеальной картинке это именно так и выглядит. Соответственно, нас в жизни везде эти принципы окружают. Другое дело, что применить их именно в организации, в бизнесе и реализовать так, что это вызовет максимальное восприятие большинства, как я называю, респондентов, вот это, как бы, задача интересная, она очень амбициозная. И самое в ней интересное то, что она не быстрая. – Это факт. Попытаясь закрутить всё-таки тему корпкультуры, какие ещё туда мы ингредиенты бросим в наш котёл, чтобы получилась само понятие, это корпоративная культура, кроме миссии видений ценностей, поведенческих реакций? – Ну, собственно, операционные принципы, внутри корпоративное взаимодействие, я бы сюда отнёс, ну, и любые элементы поддержания корпоративной культуры сюда тоже относятся. Ну, во-первых, я считаю, что невозможно обойтись без опроса общественного мнения. – То есть, нужно знать, о чём думают люди? – Ну, исследование удовлетворённости, исследование вовлечённости, оно по-разному у всех называется, то есть, необходимо мнение. Дальше, естественно, если ты собрал чьё-то мнение и никакой реакции ты не вызвал, то на следующий сбор мнений придут меньше респондентов или не придут – Или скажут всё равно, это никому не нужно. – Да, соответственно, должна быть некая схема, некий план мероприятий по поддержке и продвижению корпоративной культуры. – То есть, опять же, маркетинг? – Да, маркетинг, мероприятия по поддержке корпоративной культуры, мероприятия по продвижению HR-бренда. Почему важно? Если даже у тебя хорошие HR-бренды, внутри всё выстроено как бы хорошо, то об этом должны знать потенциальные кандидаты. – Это точно. – Поэтому мы тоже должны сообщать, конечно, сарафанное радио работает, и «Приведи друга» ещё, собственно говоря, никто не отменял, но большинство людей, которые никакого отношения не имеют, они информации не получают. Соответственно, это надо в наш уж век огромных медийных коммуникаций… – Социальных сетей, в конце концов. – Социальных сетей всего, то есть, об этом необходимо говорить. Это не значит, что ты пиаришь какие-то простые истины либо что-то ещё, нет, ты делаешь это в ключе, что ты просто о себе рассказываешь. – Окей. Трансформация корпоративной культуры. Трансформация вообще – это переход из одного состояния в другое. Сколько у тебя было этих трансформаций? Делал ли ты трансформацию сейчас, вот в Ростелекоме? Что послучило причиной? Какие появились результаты? Какие уроки? – Собственно говоря, трансформаций было две, одна из них очень крупная, другая сейчас в стадии находится реализация. В основном предпосылки трансформации – это изменение внешних факторов, это изменение рынка, и оценка компании на выживаемость в рамках этих изменений. И в какой-то момент, если первое лицо и топ-менеджмент принимают решение о смене курса, ну, к примеру, мы плывём туда, а корабль теперь надо развернуть некоторым образом, потому что мы плыли на север, а все поплыли на северо-запад, а теперь нам, по идее, тоже туда же надо. За редким исключением, что некоторые организации всё равно продолжают плыть на север, либо все плывут на северо-запад… Да, или принципиально это делают, либо не плывут на северо-запад, а плывут на юго-восток, такое тоже бывает, но это не наш случай, и для того, чтобы бизнес был эффективным в условиях активного, агрессивного изменения внешней среды, необходимо менять курс. То есть, начинается всё от перестройки процессов, от вывода продуктового нового ряда, от смены бренда, от смены позиционирования бренда, от завоевания новых рынков, трансформация компании, например, в нашем случае была из телекоммуникационной компании IT-сервисов, здесь такая вещь, что это некие предпосылки, что надо делать. Моя принципиальная позиция, которая была, слава тебе, господи, разделена, что трансформация любой организации начинается с трансформации людей, потому что если люди не воспринимают эти изменения, то есть, не пропускают их через себя и не понимают, зачем это надо, то психология человека так устроена, что обычно это вызывает негативную реакцию и отторжение. То есть, мы не любим изменений, а здесь изменения необходимы, то есть, они необходимы через усилия, но для того, чтобы эти усилия были минимальны, возможно, надо создавать ряд поддерживающих этих мероприятий. То есть, первое, для чего это надо коммуникационные мероприятия, конечно же, надо объяснять. Слушай, ну вот сидит оператор, где-то там непонятно, в дальнем, на дальнем, замечательном, на моей родине, в Востоке, где у вас, в каком городе? У нас Дальний Восток обслуживается в Барнауле. Ох, ничего себе, нет у вас Дальнего Востока, в общем, в Барнауле сидит там, сколько там, 600 человек, вот он пришёл к себе на работу, медленно, неспешно, по своим Барнаульским улицам, посидел, там где-то проходит какая-то трансформация, ему-то что? Ну, во-первых, основная цель корпоративной культуры, что каждый сотрудник организации должен понимать свой вклад в общее дело, свой вклад в общий результат. То есть, это ключевая вещь вообще, да, вот ты сейчас говоришь, на мой взгляд? Да. Как сказал один мой коллега, ну, сама формулировка мне не очень, но аналогов я пока что не нашёл, что любой сотрудник организации, на любой находясь в должности, если даже он ощущает себя маленькой шестерёночкой в большом механизме, вот слово шестерёночка здесь режет слух, ну, вот как пример просто, ощущает маленькой шестерёночкой в большом механизме, то считает, что у вас в организации всё нормально с, ну, как бы, восприятием людей, для чего они, какой вклад они вносят в результаты, и всё. То есть, это вот основная вещь. Поэтому, да, пришёл человек по барнаульским улочкам на свою площадку, взял гарнитуру, включил систему и начал обслуживать клиентов, начал обслуживать входящие звонки. Какая бы ему разница, например, что происходит там? На северо-запад или на северо-запад? Да, и что думают люди? Ну, во-первых, как бы здесь надо доносить, что как меняется рынок, как меняются цели и задачи организации, и что мы все вместе будем делать для того, чтобы этих целей, скажем так, достичь. Что это не просто какая-то выдумка, это жизнь, это такие условия, и нам в этих условиях необходимо тоже, наверное, меняться. Но меняться будем не кто как, кто в домик закроется, кто, собственно говоря, в панику впадёт. А у нас есть чёткий план, то есть, что надо делать, как менять, что будет происходить дальше. Потому что на все вот эти вот вещи, которые мы с тобой до этого обозначили, естественно, у большинства… Они не отвечают ещё на один вопрос. У большинства людей они вызывают следующий вопрос. Эти изменения, конечно, да, и может быть многие из них и ждали их, и многие понимают, что они необходимы, и многие внутри поддерживают. И вот здесь вопрос, а что со мною дальше будет? Конкретно со мной… Как это отразится на меня? Меня уволят, мне понизят зарплату, мне повысят зарплату, меня повысят в должности или меня не повысят в должности. И вот на эти все вопросы, касаемо ответа, что со мной будет дальше, предварительно необходимо дать разъяснение. То есть, по сути, возвращаемся опять к тому, что ты сказал, коммуникационная стратегия в отношении донесения изменений. Да, поэтому собираешь чемодан… И вперёд. И вперёд, навстречу с коллегами. Навстречу солнцу, да, в Барнаулу. Скажи мне, пожалуйста, как ты считаешь, понятно, мы прошли первый уровень, топ-менеджмент, минус один, а вот какова роль непосредственного руководителя, тех самых замечательных медлов, по сути, в трансформации корпокультуры и вообще в донесении информации, в работе со другими, что, конечно, будет. Как ты считаешь, какова их роль и насколько важно вообще всё, что они будут коммуницировать? Роль абсолютно ясная и прозрачная, это роль медиатора, и мы знаем, что медиатор может склониться в разную сторону. Да, и склонять. И склонять, поэтому основная вещь непосредственного руководителя, который управляет уже конкретным, опять мне не нравится слово, батальоном, но есть такая терминология за рубежом в управлении контактных центров, прямо называется батальон. Армейское, но здесь не армейское как бы наполнение. Наполнение. Используй, пожалуйста. Вот хайпо, это и есть лидер мнений, или это ещё одна как бы такая сеть внутри этого коллектива? Хайпо отдельно. А ещё и отдельно. Да, конечно. То есть получается и туда, и туда, да? Ну, хайпотенчинал – это же другая штука, это человек может быть не лидером мнений абсолютно. Но он очень высокопотенциальный. Он может быть вообще не лидером. Но с точки зрения, как скажем, и природных дарований, и в принципе заслуг в саморазвитии, либо в развитии ли у этого человека высокий потенциал к реализации перспективных задач. То есть, я не скажу, что просто-напросто он умный, тут не только в этом дело, но это разные вещи. И больше того, на развитие хайпо и вообще на их, скажем так… Идентификация. …срок жизни в компании как раз лидеры мнений влияют тоже. Потому что если лидер мнения говорит, что тут без перспективняк и вообще ничего не будет хорошего и всё остальное, хайпо – это неинтересно. Он сразу уходит. Да. Если мы говорим про перспективы, нет. Он может остаться, но он может очень негативно после этого быть настроенным. Это ещё труднее. Ну вот, соответственно, поэтому я делю эти понятия. Окей. Если мы возьмём и пошагово, вот разобьём, ты профессионал, допустим, в области трансформации корпоративной культуры. Сейчас мы не на радио, а перед студентами, например, бизнес-школы Сколково, и ты профессор, уже именитый в области трансформации корпоративной культуры. Вот ты им говоришь, трансформация корпоративной культуры – это сколько шагов? Сейчас не посчитаю, могу просто назвать. Давай самые основные пробежимся. Ну, первое – это, наверное, установочный некий шаг. Как я всегда говорю, всегда всем советую, если ты что-то делаешь, надо понимать, зачем ты это делаешь. И кто заказчик? Заказчик. И ты зачем это делаешь? Зачем вы это делаете? У меня часто возникает вопрос. Ну, я много лет, ну, не в жюри, а в экспертном совете был конкурс HR Brand. И вот к некоторым, правда, допросят меня коллеги, если кто-то видел вопрос, зачем вы это делаете, это было от меня, потому что иногда непонятно, какие предпосылки и почему люди пошли именно этим этапом. А иногда прям конкретно. Пример, что сейчас модно так, и мы тоже делаем так. Просто твоей организации, твоим сотрудникам это вообще надо? Заказчику это надо или нет? Заказчику можно продать любую идею, но ты же должен понимать состояние компании и насколько там что применимо. Например, если в компании нет четко поставленной ERP-системы, в многотысячники запускают систему, например, развития талантов, чтобы это все на бумаге ходило, ну, как бы да, но надо сначала, может, постараться как-то это цифровать. Оцифровать. Оцифровать, ну, вот такие вот вещи. Первое, конечно, это установочное. Второе, дальше это четкий должен быть план мероприятий по достижению цели. Ну, вот установочное еще определение цели. Зачем и что хотим получить. Дальше, план мероприятий по достижению цели. Дальше обязательно учесть некие промежуточные подведения итогов. Такие реперные точки. Реперные точки. Реперные точки обязательно должны быть, чтобы мы понимали, туда мы плывем или нет. И основной еще такой шаг, сейчас сформулирую. Я тебе говорил сегодня пример, что нет предела совершенства, и нет такого момента во времени, когда мы достигли единения с космосом, и у нас как бы все хорошо, и дальше ничего делать не надо. То есть, я бы даже сказал, это надо думать, наверное. Сформировать нельзя, но какие-то должны быть постоянные бенчмарки, их так назовем, по дальнейшему развитию этой системы. То есть, мало ее создать, ее надо поддерживать, потому что если ее не поддерживать, любая система начнет деградировать. Это факт. И в какой-то момент мы опять придем к тому нулю. А может быть еще и ниже. А может быть еще и ниже, потому что если к хорошему привыкаешь быстро, если потом это резко ухудшается, то соответственно вовлеченность падает. Игорь Негода, извини, пожалуйста, что я тебя люблю, но как раз в тему руководителя компании Toyota спросили, когда вот ваша производственная система там Kanban, ведь вы же ее создали, она совершенна, но когда у нее наступит финал? Знаете, сколько будет жить компания, только и будет. У этой системы было начало, но нет конца. То есть, ее поддерживать нужно всегда. Абсолютно согласен, да. То есть, поддерживать надо всегда, но это в дальнейшем уже, то есть, каждый год целенаправленно надо смотреть на какие-то мероприятия. Конечно, но здесь я очень важно считаю, что надо вот эти опросы делать. Есть ли у тебя какой-то любимый вот этот этап, в котором он тебя драйвит максимально, ты в нем чувствуешь себя, как рыба, и ты бы его делал, 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 делал? Ну, во-первых, это установка. Вот установочный этап, это очень важно, потому что это все-таки видение, это все-таки перспективы, то есть, что компанию дальше ждет, организацию, куда мы пойдем и как это будет делать. То есть, самое главное – определить цель. Какими путями до этой цели дойти? Это уже техника, да? Опыта и личного, и на рынке, и консультационного, там у коллег, консультантов, очень много – это технические вещи. Важно четко определить цель, и вот третий этап – это четко определять рэперные точки и четко калиброваться. – А вот, Александр, ты сказал, что очень важно выбирать цель, и твой любимый вопрос – зачем? А вот как ты считаешь, почему некоторые компании ставят цель, а на самом деле идут не туда? Или вообще цель, которая никак не помогает? Корпоративная цель на трансформацию корпокультуры, которая никак на самом деле не движет компанию вперед, но цель поставлена, они всегда верят, что это работает, а потом приходят в никуда. Что является самым главным здесь моментом в точке зрения идентификации, что цель правильная? – Когда она поддерживается и разделяется всеми участниками ее формирования. Я когда-то, еще давно, когда только начал заниматься тренингами, посещал очень интересное мероприятие, где мы тоже как раз определяли ценности. И вот там все участники круглого стола, скажем так, получали от тренера три карточки – красную, зеленую и желтую. Ты за, против или воздержался? И когда мы поняли, что на втором часу дискуссии у нас в основном все желтые карточки, то нам пришлось их изъять, потому что либо ты поддерживаешь эту формулировку, эту цель, либо ты ее не поддерживаешь. Но ты тогда должен свое принести предложение. Просто есть такое, что вы предлагаете? Вот вам не нравится? Что вы предлагаете? Ничего? Тогда почему красное? Или вы что-то предлагаете? И вот пока все участники дискуссии, референтные лица, не определятся с точностью до запятой, с формулировкой целей, и пока все карточки не будут зелеными, вот до этого момента заканчивать дискуссию нельзя. – Это процесс стратегических сессий перманентных идущих, да? Да, 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 заканчивать нельзя это дело, потому что если кто-то из участников слился, отмолчался, имел другое мнение, но не высказал его, то, соответственно, конечный продукт, он будет в меньшей степени разделять. – Он не будет разделять. Он выйдет из камин и скажет, типа, там, ерундой занимались столько часов. – Что-нибудь сделаем, а что-нибудь нет. Поэтому здесь важно включение всех. И вот из твоего примера, скорее всего, кто-то прохалявил. И поэтому раз рассинхрон идёт наверху, то рассинхрон будет идти и дальше, вот, прям каскадированием. – И не знаю, согласишь ли ты со мной или нет, но когда первое лицо говорит, слушайте, ну вы там выработаете любую корпоративную культуру, я пошёл, у меня тут свои дела есть. Это тоже не летит. – Обречено на провал. – Но бывает очень часто. – Бывает. Тогда вопрос, возвращаемся, зачем это? – Зачем? – Если это не надо капитану корабля, тогда зачем это всем остальным? А если всем остальным это очень сильно надо, и они видят в этом смысл, тогда, значит, они должны продать эту идею первого лица. – Своим лицом. Смотри, в целом мы достаточно плотно пробежались по теме, в наше ограниченное время я предупреждал, что время кончается мгновенно, но в оставшиеся 5 минут мне бы хотелось, чтобы ты мог поделиться практическими инструментами, может быть, знаешь, какими-то лайфхаками для людей, в том числе, которые смотрят по всей нашей стране. Вот сидит предприниматель в Барнауле, в твоём замечательном, есть у него небольшой магазин какой-нибудь, там продукты, и есть у него продавщицы, которые ну никак не хотят любить своих клиентов, ну не знаю, неважно что. То есть любой малый бизнес. Вот нужна ли им корпоративная культура? – А что значит нужна? В любой организации, где больше одного человека, в любой группе людей уже есть корпоративная культура. Другой момент понять, какая она, сравнить с тем, какая нужна, и постараться сделать, чтобы та, которая есть, соответствовала целевой. – Если компания маленькая, у нас такой блиц, если компания маленькая, то надо ли всех спросить касательно ценностей, чтобы это было действительно, чтобы разделяли все? – Вот компания, когда маленькая, как раз спросить надо всех. – Всех. – Всех, потому что когда компания большая, всех спросить невозможно. – Ну трудно, да. – Но важно это делать, наверное, как-то закрытым голосованием. – Окей. Компания маленькая, спросили всех, договорились, приняли правила и ценности. Ну или неважно, независимо от размера, компании проговорили, приняли ценности, все хорошо, все проголосовали за, ну вот начинает развилка. Первое лицо за, все-все за, прекрасный сотрудник, все классно делал, но абсолютно плевать хотел на ваши ценности. Вот с точки зрения корпоративной культуры, его надо оставить, или все-таки с ним надо расставаться? – Ну, первое, что делаем, если мы с тобой, вот мы сейчас втроем, и мы до чего-то договорились, потом кто-то из нас начинает это категорически не делать. – Но деньги продолжают зарабатывать. – Да. Первое, какой у меня будет вопрос, ну мы же договорились с тобой. – Ты чего, типа? – Мы договорились. Договоренности – это вот манифест, который с ценностями в миссии совсем. Дальше смотрим, что человек объясняет. И дальше, в принципе, сразу скажу, моя позиция, что может быть и не без потерь, но важно разобраться, почему человек себя так ведёт. В маленьком коллективе это проще сделать, тоже, мне кажется, потому что это, как правило, может 1%, 1 человек из 10, 1 человек из 20 будет так делать. То надо вопрос спросить, почему он так делает, а дальше уже совместно принимать решения. – Классно. Дай, пожалуйста, какой-нибудь совет людям, которые задумываются обоим, но не решаются приступить к действительно вербализации своих собственных принципов в своём собственном бизнесе, чтобы создать управляемую корпоративную культуру. Самый главный совет – не надо бояться полученного результата. Не надо себе строить воздушные замки, если ты внутренне понимаешь, что, возможно, сейчас это не так. Но позитивная вещь в том, что если ты понимаешь, что это не так, и тебе нужен только инструмент, чтобы понять, что не так, то ты на правильном пути, соответственно, дальше тебе остаётся только работать. Вот здесь очень важно не вгонять себя в некий обман, что у тебя всё хорошо, и просто не смотреть на проблемы. Если нет проблем, в бизнесе так не бывает. Если ты считаешь, что действительно в бизнесе нет проблем… – Если бизнеса, наверное, нет уже. – У тебя большая проблема с этим, да. Поэтому здесь надо всегда давать себе отчёт, что ты можешь получить результат не такой, какой ты ожидаешь. Он может быть хуже, но опять положительно в этом, что ты знаешь, что тебе надо дальше делать. – Супер. Уважаемые друзья, мы сегодня с Александром проговорили в целом про корпоративную культуру, про фундаментальные вещи. Миссия, видение ценностей, модели поведения, операционная деятельность, критерии, продвижение. Делайте пошагово. Начните просто спросить у себя, зачем, и поделитесь своим мнением со своим ближайшим окружением. Пусть они поделятся дальше. И, наверное, тогда вы сможете понять, а какими по-настоящему ценностями живёт ваша компания. Не секрет, что в компании есть и белые ценности, и чёрные. То есть те, которые есть на самом деле, мы их просто не замечаем. И сконцентрироваться, наверное, на том, чтобы все они стали белыми, но процесс этот длительный, и нужна сильная воля первого лица, чтобы привести корабль туда, куда нужно. Большое спасибо. Мне было очень интересно, и надеюсь, это полезно, то, что мы услышали от тебя сегодня. Спасибо. Взаимно. Был рад. Спасибо. Две секунды, сейчас мы ещё для маленьких, для Facebook.